Работа уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой Беловой в Чите началась еще задолго до рассвета. Забайкалье стало 59-м регионом в списке Всероссийской инспекции, цель которой – профилактика социального сиротства. Будучи многодетной мамой, Мария Львова-Белова понимает, насколько в воспитании и становлении человека важна роль кровной семьи. И задача государства сегодня – не забрать ребенка, а прежде всего – помочь в сложной ситуации. По поручению президента наша задача сделать все, чтобы вся система работала на семейно-ориентированный подход. Самое главное, чтобы детей в детских учреждениях было как можно меньше. И для этого направлять все усилия наших органов, опеки, комиссии планов совершеннолетних, социально-революционных центров на то, чтобы помочь поддержать семьи, которым непросто. Для того, чтобы они смогли дальше воспитывать детей. Изъятие ребенка – это на сегодняшний день крайняя мера, но в Забайкале количество таких случаев, к сожалению, превышает сотню в год. В процессе личного общения с губернатором Александром Осиповым Мария Львова-Белова отметила готовность региональных властей работать с вопросами социального сиротства. Диалог, по ее словам, получился достаточно продуктивным. Мы рассматривали специфичные вопросы самого функционирования системы с тем, чтобы для детей она была щадящая, заботилась о них и максимально быстро находила форму либо восстановить вот такую жизнеспособность семьи и ребенка туда вернуть, либо тогда найти все-таки опекунов или родителей, которые смогут ребенку дать настоящее детство. В программе сегодняшнего визита в Читу – встреча с многодетными семьями, личный прием граждан и посещение социальных и образовательных объектов. Одной из точек, которой Забайкалью стоит гордиться, станет Лиловый дом – первый в России центр дневной занятости для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Мама часто 24 на 7 находится с малышом, и это приводит к существенному выгоранию эмоциональному, и часто, к сожалению, дети попадают потом в дома-интернаты. Центры дневного пребывания призваны помогать семьям, давать некую передышку на несколько часов, чтобы ребенок общался со сверстниками, развивался, а родители могли заняться своими делами. И вот Лиловый дом – это как раз первый центр, который появился в России в рамках нашей программы, в таком сотрудничестве федерального центра и региона. Поэтому, конечно, мне хочется приехать, посмотреть, как же там все функционирует. В целом Мария Лилова-Белова отметила, в Забайкалье к понятию детства относятся серьезно. Растет количество секций и кружков, проводится ремонт школ и дошкольных учреждений. Поэтому у детского омбудсмена есть надежда и на то, что с вопросами социального сиротства край в скором времени тоже справится. Екатерина Пешкова, Владимир Николаев, РТК Забайкали.